здравствуйте дорогие друзья с вами снова елена вам как знаком зодиака и всему гороскопа будет очень полезно знать что по болезням которые у нас возникает и приобретает хроническую форму можно определить какая сфера жизни у нас категорически потерпела фиаско вот постоянно головная боль или хронический аллергический насморк или пардон геморрой и что-либо еще на что она указывает где у вас таится источник ваших проблем внутренней психологически что привело к подобному заболеванию многие начинают искать причину каких-то космических пришельцев или случайности которые возможностями произошли спровоцировали это заболевание а я вам могу сказать что многие болезни возникают из-за конфликта между сознанием и подсознанием вот привожу пример у вас какой-то дискомфорт происходит вот неприятность какая-то ну на работе случилось да и организм воспринял достаточно серьезно пошел сигнал дискомфорта как-то стало плохо на душе вам некогда разбираться ситуация возможно уже переменилась сменилась другой похожий на эту и так далее кто и ранки маленькой добавляется еще одна рамка подсознание постоянно пытается вас вернуть к этой проблеме чтобы с ней разобрались устранили и так далее осознание которое занимается текущими делами все время отмахивается это да ладно да потом да когда нибудь да есть дела поважнее и подсознание начинает бунтовать накопив определенную дозу негативного состояния она его потихонечку начинает превращать физическое заболевание вот мы сейчас пройдемся для того чтобы вас не запутать пройдемся по примерам а потом вы подумайте над тем что я сказала и примирите к своему организму наверняка кое-что у вас из того что будет сказано болит потому что не может не болеть потому что мы все одинаково а проблемы которые вокруг нас возникают в сфере любви сфере профессиональной и так далее умудряемся вместо того чтобы разрешить их сразу превратить физическое заболевание ну давайте попробуем на примерах понять что это такое для того чтобы определить подобная информация которую мы будем говорить и объединилось достаточное количество специалистов были психологи и психиатры и терапевты то есть врачи и узкопрофильные которые занимались проблемами и было замечено что вот например вот это вот выражение которое мы обычно говорим с нелицеприятных ситуаций чихать я хотел на твои слова да эти удивительным делом это указание на то что наш аллергический насморк который часто сейчас преследует людей или насморк хронический вообще свидетельствует о том что мы вынуждены находиться в обществе людей от которых не можем избавиться но которые нам явно мешают досаждают отравляют жизнь это как на работе вы не выбираете коллектив и вы вынуждены держаться этого рабочего коллектива по той простой причине потому что вам надо зарабатывать другой работы у вас нет атмосфера для вас невыносимая невольно вы начинаете замечать что у вас часто начинается насморк а иногда насморка нет по причинам простуды а нос постоянно заложен это так называемый аллергический насморк реакция организма стойкая уже доведенная до заболевания на нестерпимую обстановку вокруг вас аллергический насморк может возникнуть не только из-за проблем что вы вынуждены с неприятными для вас людьми общаться на работе такие же взаимоотношения с родителями или взаимоотношения с близкими людьми или треснувшие отношения с мужем могут часто приводить тому что у вас будет постоянно заложен нос если вам уже поставили диагноз аллергический насморк то точно поищите причину в своем ближайшем окружении итак первый симптом возникновения подобного аллергического затяжного насморка я вам сказала это стойкая непереносимость определенного персонажа возможно супруга с которым у вас уже отношения полностью пришли к краху или скажем какой-нибудь персонажа с вашего рабочего места которого категорически не переносите избавиться от него в таком случае можно один одним единственным способом если не уходит он вам придется уйти иначе у вас это будет постоянно такому же точно результату то есть насморку приводит и ситуацию в которую вас втравили не по собственной воле и вы вынуждены заниматься этим вопросом вы четко понимаете что для вас это может быть губительно может привести к каким-то непредсказуемым последствиям вы волнуетесь и это ваше постоянное волнение обмусоливание этого вопроса в результате придет к тому что вы приобретете такой насморк значит борьба с этими вопросами дорогие мои друзья одна единственная из темы надо выходить даже если придется уйти с работы иначе вы будете хворать или хворать или продолжать продлевать эту ситуацию то есть по-другому решить эту тему нельзя или есть еще один такой момент вы дали обещание людям перед которыми вам стыдно по каким-то причинам это обещание выполнить не может вы может вот например брали деньги обещали вернуть к сроку это не получается вы постоянно паникуете нервничаете беспокоитесь вам стыдно смотря глаза вы не знаете куда деться и тут как реакция опять же идет этот аллергический насморк и так вы поняли на все ситуации в которые вы попали неприятные не видите выхода не знаете как избавиться они на вас тяготеет организм реагирует вот таким вот аллергическим насморком поэтому вот такие вот истории если у вас такая вещь есть анализируйте свою ситуацию ну вот вам все равно придется решать этот вопрос иначе вы служить будете лечиться по врачам бегать или никто вам не поставит правильного симптома симптом находится во вна в вашем внутреннем психологическом состоянии у психоаналитиков существует четкое понимание того что каждый орган в нашем организме отвечает за ту или сферу в нашей но в нашей судьбе поэтому если мы чувствуем общее недомогание это говорит что из рук вон все плохо у нас в нашей жизни в личной социальной и так далее а если конкретно болит конкретная часть нашего организма значит мы точно тогда знаем в какой сфере у нас как говорится полный права поговорим сначала желудки конечно мы еще несколько раз будем возвращаться к этой тематике пока голубом по европам как часто мы говорим вот такое выражение я его не перевариваю я тебя не перевариваю говорим и не задумаемся а видел так или иначе слова то собственно из песни не выкинешь желудок действительно реагирует на тех кого мы не перевариваем на человека который мы терпеть не можем на ситуацию которая достала уже так что хочется а вырвать опять же те же самые симптомы желудочного отравления на стрессы всякого рода поэтому если организм стрессует как правило на это дело реагирует первую очередь желудок он у вас физически начинает болеть аналогия очень простая для нас собственно говоря не всегда понятная причем здесь например стресс который перенесен с улицы там вас кто-то оскорбил обидел уволил с работы да мало ли что и тут же у вас явные симптомы боли в желудке и вот все ваши язвы колиты и прочее это дорогие мои друзья гастриты и всякого рода это как раз реакция вашего организма на стрессы вы не умели держать удар вы позволили организму перестрессовать перемучиться в результате приобрели тут же желудочное заболевание то что вы не перевариваете то что с вами произошло то чтобы не низверглась на вашу голову надо все-таки постараться дорогие мои друзья минимизировать удар судьбы да ведь верите воспринимайте все с таким вот расчетом что не пережить только смерть а все остальное это пустое ушла одна работа придет другая из позволяйте организм в некотором смысле предложите ему какие-нибудь не розовый очки они конечно здесь не помогут а полу розовый минимизируйте как-то состояние стресса философию какую-то для себя разработайте что страшно только умереть остальное это дело временное и легко восполнимо тогда возможно ваш желудок меньше будет на это реагировать и еще раз напомню что всякого рода проблемы желудочного свойства это ваша реакция на стресс и прежде всего а также на неумение держать удар от любой мелочи вы приходите в состоянии паники и тут же приобретаете некую субстанцию в вашем уже и без того измученном желудке так что имейте это ввиду прямая связь и так желудок вы угробили стрессом кто страдает следующее желудком напрямую связан кишечник кишечник система очищения если у вас с кишечником проблемы могу сказать вам что вы не умеете освобождаться от своих проблем вы бесконечно с ними носитесь проблемы могут быть бытового плана личного например вы не умеете совершенно прощать обиды которые вам нанесли вы все это мусолите складывать вот представьте себе вы загружаете и загружаете свой организм уже раздулся вы все туда пожуете все мусолите все свои проблемы не отпускаете все это значит там муссируйте как результат 12 перстная тонкий кишечник толстый кишечник в общем короче кругом у вас там начинается глубочайшие проблемы надо настраиваться психологически дорогие мои друзья вот когда-то мне пришли поговорить человеком который был такой же как мы все он психовал по любому поводу расстраивался его беспокоили многие вопросы он не знал как поступить но очень суетился как муравей на пожаре и не знал что ему делать но вот приобщился к йоге йога его научил смотреть по-другому на жизнь ведь то от чего мы приходим глубочайшее отчаяние на самом деле прах в просторах мироздания не надо быть пофигистом но надо иметь приличную дозу умение отпускать от себя проблемы как только вы отпустили во первых вам легче стало жить во вторых вы освободили место для позитива но если местечко занято вашей проблемой кто вам подойдет у вас там постоянно так знаете мрачная туча зависла это гоните все прочь воспримите проблему да она есть и никто не говорит что ее нет он ну скажите все я готов к новому к очищению тра-та-та-та-та-та-та-та-та и увидите как станет хорошо и он сказал меня теперь ничего не волнует он сказал каждое утро я встаю я открываю окно и говорю господи спасибо что я жив что есть солнце что есть луна что рядом со мной близки мне люди мне хорошо и ничего меня не вышибет из седла три секунды самовнушение и у человека все пошло по-другому и в бизнесе и в здоровье и в мироощущение он всегда улыбается мы все тут сопли бахромой а у него всегда улыбка на лице и он всегда понимает он всегда выше нас на голову потому что он научился справляться с этими семиминутными проблемами мы иногда придаем пол жизни мы солим то что надо было еще отпустить 18 лет назад а она нас не отпускает почему тогда удивляться что в кишечнике у нас проблемы за проблемой так что вот так вот дорогие мои друзья надо правильно построить философию жизни итак если вы правильно поняли мой призыв вам надо отпускать свои навязчивые мысли и и отбросить эту практику все время пережевывать проблему которая вас постигла могу вам заметить что врачи дополнительно к тому что утверждают что кишечник на это реагирует так что извиняясь всякие диареи а также обратное явление с вашим кишечником это прямое следствие того что вы проблемы своему солите как садомазохизм мазохист или там вот еще какую-то обиду которую вам нанесли вот это все солите и не отпускаете она вас изъедает 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 и вот это реакция вашего организма так вот это постоянно перемалывание ваших проблем и ситуации которые на вас напали не умение отпустить это дать голове отдохнуть сказывается еще и на зубах то есть они невероятным образом быстро начинают крошиться все эти симптомы мы потом списывать что это был стресс мы его так пережили и рухнула организм это лишнее дорогие мои друзья подтверждение тому что в том о чем я говорю есть прямая взаимосвязь наши неудачи в определенных сферах нашей жизни непосредственно отражается на нашем организме в определенных местах поэтому посмотрите что у вас болит где у вас находится физическая проблема в вашем организме вы точно поймете что может быть вам нужно внутренне перестраиваться внутренняя перестройка вашу проблему не решит но она спасет вас вы будете сидеть как копы кокони помните говорили когда мы медитируем мы находимся как в ауре определенной ничего нас не может пробить эту ауру мы защищены от любого негатива вот так надо научиться жить по другому никак иначе вы превратитесь в развалину причем совершенно юные свежие годы сейчас очень модно рекламировать всякие там средства повышающие потенцию там женская либидо туда-сюда как будто бы получается без этих таблеток уже никто ничего совершить добровольно и по природному не может чего это происходит дело в том что сейчас это действительно проблема и проблема это связано с тем что чем больше вокруг нас накручено всего разного и всякого тем больше проблем приходит по сферу мочь половую но чаще всего вот это неуверенность себе мужчин по отношению к женщинам они считают что они без таблетки вообще ни на что не способны они в этой таблетке даже если она изменила психологически ищут поддержку когда пытались разобраться куда ноги растут у этой проблемы обычно выясняется что проблема она еще идет с детства вот если детям очень многое запрещают в плане того что накладывают ограничение всякого рода или происходят частые конфликты у мальчика с отцом как правило это потом откладывает отпечаток на его возможностях сексуального плана вот такая вот интересная вещь поэтому дорогие отцы кто растет мальчика вы уж пожалуйста как то там будьте к ним собственно говоря милосердно понимая что невероятным образом даже если вы на эти темы никак не говорите тем не менее постоянные конфликтные ситуации ваши во время взросления мальчика непосредственно влияет на его либидо он в себе замкнут он себя не верит он каким-то образом уходит жизнь с изломанной психикой и потом вот эта метаморфоза казалось бы где вы и и ваше отношение с ребенком какое не к этому отношению имеет он прямое он в себе становится не уверен он подавлен вашим мужским авторитетом еще в детстве соответственно потом это трансформируется в нежелание подходить женщине потому что он боится потерпеть фиаско и всякого рода неудовлетворенности подобного рода и запрета вот иногда родители говорят вот этого не должен делать вот так девочкам не должен подходить еще там что-нибудь начинает морочить голову в результате ребенок приходит с изломанной психикой почему говорю так обтекаемым потому что оказывается многие конфликты родителей детей все сферы проходят мимо а почему-то ударяет именно помочь половой вот вам дорогие мои друзья поэтому когда растим детей должны быть максимально к ним нежны доброжелательные чтобы у них не было потом взрослых психологических травм задумались ли вы дорогие мои друзья откуда берется геморрой пардон за интим но геморрой бывает и бывает еще такое что говорится и не забудешь о нем а ведь прежде всего могу объяснить женщинам стоит постоянная закрытость эмоциональная зашворенность перед партнером вот эта излишняя стыдливость нежелание раскрыться перед ним эмоционально приводит вот как раз к возникновению геморрой а кто бы мог подумать вы не позволяете себе быть женщиной вы себя насильно лишаете собственной женственности вам всегда кажется что это слишком смело вы себя делаете вместо того чтобы быть раскрепощенной вы на себя одеваете вериги и того вам нельзя и это стыдно и это не буду и эмоционально вы себя подавляете подавляете это подавление внутреннее вылазит в другом месте поэтому хорошенько подумайте это замечено чем женщина зажать и тем чем больше и более она стесняется быть сама собой перед своей второй половиной вот тем больше у нее проблем с прямой кишкой и соответственно с геморрой вообще дорогие мои друзья всякие самокопания всякие накладывания в эфирик в эмоциональном смысле а также всего что связано с взаимоотношением полов и приводит к заболеваниям мочеполовой системы иногда бывает даже такая ситуация потом признается психологу или психиатру человек что то что с ним произошло вот так что он стал разрушаться стал замечать что у него с этой история проблема мы сейчас даже говорим о вопросах потенции с ним случилось от его случайной измены если такой человек внутренне настолько это сильно переживал и так боялся что но собственно будет доступна или каким-то образом узнает вторая половина что он фактически психологически сделал себе импотентом потому что все время об этом думал всякие вот такие вот вещи ограничения опасения переживания глубочайшие они в результате отражаются на мочеполовой системе разобраться что именно вас провоцировал можете только вы но если не дай бог у вас подобного рода проблемы то я думаю что они касаются где-то всего что связано с тем что вы либо не раскрылись либо чувствуете себя несчастливым рядом с партнером что вы рисовали себе другую картину счастья то что у вас результате получилось вас не интересует вам кажется что вас обманули что это вообще была вся жизнь пошла напрасно и все это вот в результате выливается глубочайшие достаточно страшные вещи может дойти до каких-то опухолей или кист это неудовлетворенность человека своей личной жизни он обманут он расстроен он не он не так себе это представляла и в результате вот оно переходит такие вот вещи сожалению все психологической дорогие мои друзья счастью в тот кто умеет поднять руку вот так вот я бросить несколько да пошло ну и отпустить главное не просто сказать вот с этим человеком они здоровые они жизнерадостные прекрасные остальные которые любят себя рыться копаться не могут никак забыть о проблеме и всего делает вот такой вот гору страдает бесконечно в результате вы начинает обращать внимание что вчера у них не болело ничего сегодня у них просто все болит у вас все болит потому что вы не умеете отпустить это все от себя вообще дорогие мои друзья темы которые мы сейчас поднимаем они актуальны актуальны особенно сейчас кризисное время вот ваше неумение освобождаться от проблем желание все время что-то ерошить перекладывать в голове беспокоиться предаваться грусти по поводу происходящего в результате начинает программировать ваша ваш организм организм это тоже механизм и самое главное что удар приходится помочь половой системы по системе репродукции ведь человек может воспроизводиться только тогда когда он уверен в своем завтрашнем дне когда у него все хорошо когда у него спокойно но если вы постоянно говорите о негативе если вы все время себе этому солите если вы не можете от этого избавиться если вы вещам не столь глобальном как вы думаете даже уход с работы даже потеря работы это не потеря жизни вот когда произошло невозможное вот как произошло от летел самолет и разбился и людей нет вот что страшно все остальное можно пережить вы мужественны вы молоды и даже если не по годам то внутренне вам все еще удастся и надо это воспринимать как кошмар который не разрешим чепуха пройдет день два три при вашем усердии желание устроиться на новое место будет у вас новая работа потеряли деньги ничего страшного вы мужественны вы эффективны во всех отношениях вы еще заработаете старайтесь искать какую-то долю позитива потому что дорогие мои друзья иначе вы начинаете программировать свой организм появляется хроническая усталость от жизни и неудивительно что мужчины перестают испытывать тягу к женщинам и не так способны уже наслаждаться любовью как это было вчера не потому что с ними что-то произошло а просто они свою репродуктивную систему настроили на то что все пропало в результате она перестает перестает реагировать на элементарные импульсы на те которые идут от природы поэтому начинается панической поиски давайте примем три виагры еще четыре наклеим на одно место вы будет веселей но это же не так помните пожалуйста что вам виагра не нужно надо просто привести в порядок мозги то же самое с фригидностью женщин женщина не фригидна по природе она просто психологически наложила на себя ограничения она сказала и это нельзя это невозможно она занимается не процессом любви она занимается контролированием своих ощущений она их стесняется на их боится она как бы отрубает а чего тогда удивляться что она ничего не испытывает но если вы сами себе уже запретили наслаждаться жизнью организм очень послушен он с удовольствием выполняет ваши просьбы вы боитесь жизни вы боитесь не верите свой завтрашний день до молодые девушки то выясняется вы паникуете вы боитесь нежелательной беременности даю все время это у вас в голове и тем самым вы программируете свой организм а потом вы вышли благополучно замуж а детей нету потому что вы ему запретили воспроизводиться своему организму вы не представляете как часто проблемы прежде всего женские зависят ну конечно есть разные вещи но во многом это психологический настрой а вот эти всякого рода новообразования кисты опухоли всякого рода мастопатии и прочее ученые уже доказали врачи что чаще всего это неразрешенные конфликты с матерями еще идет с глубочайшего детства поэтому помните дорогие родители вырастите детей и вы можете им заложить уже в детстве массу проблем с которыми они столкнутся во взрослой жизни вот если кто нибудь об этом думал прежде чем конфликтовать кричать на ребенка отмахиваться от его забот тот делал бы это пореже дорогие мои друзья к сожалению вот хотел сделать видео без шумов но мупсы свои пять копеек в это дело вставляет прошу извинить меня потому что как мы не пытаемся звука чистого к сожалению у нас не получается ну а теперь поговорим о головной боли это то что часто нас преследует то что контроль не подлежит как будто бы давайте попробуем разобраться есть головные боли это так уже связано с хроническим заболеванием понятное дело это рассматривать не будем но могу вам сказать что многие головные боли напрямую связаны с психологическим вашим состоянием вот вспомните пожалуйста как только у вас произошел конфликт который вам не удается разрешить ну вот например вас начальник вызвал на ковер аргументы свой адрес он не выслушал от вас например вы себя защитить не могли конфликт остался неразрешенным моментальная реакция вашего организма по голове идет спазм начинается неукротимая головная боль только вы поссорились семьей или так далее что-то вот как говорится конфликт возник и каждый остался при своих интересах и другого не понял вас это настолько возмутило что вас сжалась голова и тут же возникла головная боль и вот и на этих двух примерах вы прекрасно понимаете неразрешенные конфликты невероятным образом разрушает организм и сказывается на головной боли вот отсюда помните пожалуйста опять же от вашего психологического настроя а также от вашей скандальности зависит состояние вашей головы почему я всегда говорю в семье скандалить надо максимально редко поберегите свою голову это вам кажется что вы нападаете и вы связи с этим ваш организм ничуть не страдает момент когда вы шумите и испыт он испытывает те же самые эмоции негативные как и тот человек которому на которого вы набрасываетесь вы ничем не защищены вы точно так же в момент скандала себя разрушаете когда вы инициатор не вы считаете что кого-то надо поставить на место и в результате этих вещей вы из простой головной боли плавно переходите к опухолям головного мозга вот скажите пожалуйста кому нужна эта скандальность кто из нее от нее выиграл и кому будет хорошо если вы начнете терять сознание или еще что то или допустим если это не будет опухоль головного мозга то возможно будет инсульт так что помните пожалуйста ваша скандальность это медленная дорога вот этим двум вещам о которых я сейчас сказала и не дай бог конечно вам до них дайте себя надо держать в узде и свою скандальность в том числе люди которые гневливые у которых постоянно дорогие мои друзья язык с мозгами не дружит которые всем раздают аргументы и нелицеприятные матерятся беснуется и прочее их будущее весьма нелицеприятное я больше чем уверена у этих людей достаточно часто болит голова а если это так на самом деле то помните пожалуйста что два топора висят всегда над вашей головой инсульт или опухоль мозга и так дорогие мои друзья чтобы утихомерить свои хронические головные боли вам нужно научиться отпускать свои переживания свои обиды контролирует свой гнев я завидую людям вот знаете как вот тем которые собственно говоря ушли в монастыри и уже давно их ничего мирское не беспокоит вы можете вокруг них делать что угодно хороводы они смотрят на вас ясными глазами и вам ответят только одним господь с тобой или и пойдут вот к примеру этого тоже достаточно пусть бог разбирается с вашими проблемами человек вам не дает никакой оценки он отпускает он очистил свою психику его уже ваше веснование ваше оскорбление ваше или там нападение его уже не трогает вот как научить надо научиться жить если сумеете все у вас будет замечательно и хорошо вот я вас учу очищать разума вы скажете ну а как это сделать на самом деле помните пожалуйста что сознание и подсознание действует в паре подсознание это наша интуиция а также наши внутренние переживания вас ранила ситуация да обидели вас да к примеру осознание подсознание захватил эту тему и подает ее сознание говорит ну что сознание как будем решать эту проблему меня обидели ты же видишь мне больно и так далее осознание может взять ситуацию спокойно разложить по полочкам сказать так и так здесь мы сделать ничего не можем смиримся нам надо работать поэтому не обращаем внимание на эти проблемы утроим да вот это замечание было правильно нас начальник же учил на работе вот так и так сделаем и так далее и и проблема начинает отпускать потому что подсознание получила ответную реакцию сознание а представьте себе что вам больно а вы дальше занимаетесь своими делами отмахиваетесь от проблемы а подсознание не унимается она же сигналы подает осознание не реагирует вы не даете ответом на его вопросы она еще сильнее начинает вам сигналить вы этих сигналов не ощущаете в том то и дело это не какой-то бой в колокол не какое-то знаете щипание и так далее но в результате вдруг вы чувствуете что у вас заболел какой-то орган это неразрешимые проблемы те на которые вы не обращали внимания или наоборот которые слишком усердно при помощи сознания начали мусолить да так и не смогли от них избавиться нету баланса нету гармонии чаша весов вот представляете весы у вас не должно быть разбалансированности никакой в организме у вас должна быть чаша в равновесии вот почему вот например могу сказать что медицинами существует такой термин головные боли второй половины жизни это говорит о том что все вот это негатив который накопился все нерешенные проблемы все оскорбления все обиды испорченные личные взаимоотношения и так далее невероятным образом вместо неосязаемой материи обиду ж нельзя ни на хлеб не намазать ни пощупать ни потрогать она уже трансформировалась в постоянные неукротимые головные боли мы глотаем этот анальген и уповаем на господа бога чтобы это прошло или не дай бог даже в мигрени которые могут свистеть в могилу человека возникает а с чем все связано мы не умеем жить учитесь у йогов читайте умную литературу медитируйте освоите какую-нибудь философию дайте своему организму опору на который он встанет и спокойно начнет смотреть на жизнь еще раз напоминаю только умереть страшно все остальное переживается если вы хотя бы на йоту начнете пользоваться этим правилом вы почувствуете себя гораздо здоровым вам у жизни появятся краски у солнца появится цвет и жизнь не будет вокруг вас черно-белая и тут же это все дорогие мои друзья скажется на здоровье и таблеток не потребуется ну или с точностью до наоборот это уж как у вас получится дело в том что я хочу чтобы вы правильно поняли мою информацию избавляться от проблемы это не значит что как бы ее накапливать вот внутри себя так сказать никому не показывать а при этом внутри она вас будет изъедать такое избавление от проблемы то есть не показать ее другим но пережевывать самому до бесконечности это путь к депрессии все подавленные эмоции всякого рода они перерастают в депрессию надо учиться не подавлять эмоции а очищать сказать да произошло но ничего слава богу будем жить будем это то есть вот таким образом освобождаться а не зажимать ее в себе чтобы никто не видел и самосъедаться внутри потому что еще раз повторяю если проблема если эмоция подавлена но осталась внутри это значит депрессия вот если вы подаете в депрессию разбирайте что внутри вас многие в этот момент ходят к психологу если не можете сами с собой разобраться идите к психологу почему нет любое средство хорошо которое позволит вам эту проблему вообще выкинуть из головы нет ее больше и никогда не было и как только вы очистите место в своем сердце и в душе для чего-то хорошего оно тут же на вас обрушится еще одно психологическое состояние человека всегда наказывается неукротимыми головными болями это лицемерие лицемерие человек может и по собственной воле потому что ему некуда деваться иногда например человек откровенно неприятен но выбора нету потому что нет другой альтернативной работы он должен ему улыбаться делать приятное лицо хорошую мину при плохой игре после общения с таким человеком после такого поведения вы точно почувствуете очень серьезную головную боль у вас просто начнет сжимать виски вам будет казаться что у вас земля уходит из-под ног это просто ваше фальшивое поведение и те эмоции которые высекали под которыми нет никакой почвы кроме желания собственно говоря не допустить конфликта это и приводит к головным болям так что дорогие мои друзья я вам точно могу сказать все болезни в вашем организме выращены лично вами тем что вы с каким-то проблемами не справились какие-то обиды оставили при себе какие-то старые грузы носите не умеете очищать организм напоминаю тысяча практик помогает избавляться я вам точно могу сказать что например даже те же самые йоги почему я их очень люблю они освещают свое пространство очищают оно у них всегда как у младенцев поэтому их многое не беспокоит то из-за чего мы готовы наложить на себя руки выдернуть последние волосы нам надо научиться жить спокойно сохранить свое детское сердце очиститься от проблем очищение от проблем это лечение от заболеваний это я вам точно могу сказать потому что многие говорят что после посещения психолога особенно психолога качественного который реально помог они чувствуют себя оздоровленными осчастливленными а всего там навсего их там не кололи никакими препаратами и не делали над ними никаких опытом им просто помогли разобраться с самим собой и результат налицо поэтому во всем этом дорогие мои друзья есть великая правда жизни к сожалению на эту тему можно говорить до бесконечности я вам просто показала некоторые примеры как наш организм реагирует на те проблемы которые мы придаемся до невозможности нам кажется что они проходят для нас бесследно они просто лежат грузом в нашей душе и лишние напоминания например в нашей несостоятельности еще чего-то а на самом деле они не просто лежат под ними еще согреваются наши болезни и расцветают пышным цветом ну это я затронула вам тему с таким расчетом чтобы вам было о чем поразмышлять мы еще конечно будем к этим темам периодически возвращаться не очень и невеселые темы но столь скорбное время кризисное когда много негатива я вас хотела настроить на то что в жизни все можно изменить к лучшему просто в свое время свой час и при помощи активных действий все остальное это глубочайшая чепуха будьте счастливы очищайтесь не носите этот груз за плечами не выращивайте свои болезни откройтесь людям откройтесь любви откройтесь дайте себе пожить по-человечески постарайтесь не брать ничего близко к сердцу и честное слово у вас все получится с вами была Елена спасибо 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 спасибо